Что же, всем доброго вечера. Мы с вами начинаем нашу чудеснейшую лекцию, диалог, посвященную извечной и всегда актуальной теме «Как вводить ролевые игры, когда ты начинающий мастер, новичок в НРИ и не очень понимаешь, что ты делаешь, не очень знаешь, как подходить к отдельным элементам». Сегодня мы попытаемся пройтись по различным пунктам и деталям, связанным с вождением. Это будет не столько какой-то общий гайд, сколько сборник советов, связанных с каждой темой, которую мы здесь обсудим. Стоит понимать, очень важно, до того, как мы начнем, что нет такого понятия, как объективно хорошее вождение. И наш стиль может очень сильно отличаться от вашего стиля, от того стиля, который вы же предпочитаете. И все те советы, которые мы дадим здесь и сейчас, не обязательно будут применимы к вашим играм. И в том числе для чуть большей объективности всего, что мы скажем, мы собрались здесь вдвоем. Сегодня вместе со мной будет замечательнейшая Вера Солнышко, которая вводит игры как сумасшедший человек настолько часто, что я не устаю ей поражаться. Вера? Добрый вечер всем слушающим нас. Мне очень приятно здесь быть в компании, опять же, опытного мастера. Вот Ильи, который отчасти был одним из тех, у кого я училась и вдохновлялась, и кто вводит ролевые игры уже много лет, и опыта имеет намного больше, чем я, несмотря на всю чистоту моих вождений. Так что взаимно приятный вечер. Спасибо. И в таком случае, я думаю, мы можем постепенно начинать. И первая тема, которую мы затронем, пожалуй, является ключевой темой, в принципе, для каждой ролевой игры. Это персонажи игроков, наши центральные главные герои. И я очень нескромно подойду к Вере и задам тебе вопрос. Как ты подходишь к своим персонажам? Как ты подходишь к своим игрокам? Игроки — это главные герои. Я бы сравнила это с концертом симфоническим. Есть солирующие инструменты и есть оркестр. Вот игроки — это всегда солирующие инструменты. Их партии в игре главные. Твое мнение по этому поводу. Вот тут я не могу не согласиться, потому что очень часто я замечал это, особенно у начинающих мастеров. Мастера пишут своих неигровых персонажей и часто вкладывают в них много сил и энергии, и своей собственной креативности. И периодически наступают такие ошибки, что мастер создает своих неписей, которые выступают главными героями в его истории. И мало кто хочет играть за кузнеца в деревне, мимо которой проезжает партия наших приключенцев. Все хотят быть этими приключенцами. Поэтому это очень важно. Я привел только пример из ДНД, но, конечно же, это применяется и к вампирам. Очень важно, чтобы игровые персонажи, именно персонажи игроков занимали главное пространство, имели влияние, и их мотивации, их решения действительно влияли на сюжет, происходящий в этой самой игре. По поводу этого у меня на самом деле есть небольшой совет, который я бы хотел, конечно же, рассказать. Очень важно, чтобы игроки писали какие-то свои истории и конфликты, и мотивации своих персонажей, и они обговаривались еще до начала игры. Потому что если мастер строит свой сюжет на основе того, что ему предоставят игроки, на основе этих персонажей, и на основе их собственного прошлого, то игра получится про них. И чаще всего создать игру именно про персонажей своих игроков. Это и является определенной целью мастера для хорошей игры. Я бы даже добавила, что есть два способа начать создавать игру. Это начать создать игру от какой-то мастерской идеи, которую вы хотите показать, или начать создавать игру от игроков. То есть спросить своих будущих игроков, кем бы они хотели быть, какими персонажами, какие конфликты они бы хотели отыграть. И потом, получив эти заготовки, этих вот еще будущих персонажей, создать для них интересный конфликт. Конечно. И более того, я бы еще и предложил, будучи мастером, будучи рассказчиком, подходить изначально, либо на нулевой сессии, либо еще до ее начала к своим игрокам, и просить их прописывать у своих персонажей не только, в принципе, какую-то абстрактную историю в вакууме, как они жили до начала событий, но и попытаться сделать им какие-то связи с внешним миром. Быть может, какие-то социальные контакты, друзья, враги, какие-то конфликты, которые происходили, какие-то конфликты, которые назревают и вот-вот могут проснуться. Создать ситуацию, в которой этот персонаж действительно является частью мира и живет в этом мире, и для него наступают эмоциональные времена и эмоциональные проблемы. Потому что это всегда будет являться хорошим толчком для того, чтобы сама история запустилась и хорошим топливом, из чего эту историю можно собрать. В этом смысле мне очень нравится применяемый в одной из редакций ВТМ механика построения игры игрока от желаний, амбиций персонажа. Можно давать в самом начале игроку подумать, какая у его персонажа большая цель, какое его большое желание и какие у него маленькие семиминутные потребности может быть как раз негативные или позитивные. Конечно. Тут вот, кстати, нам еще в чате замечают, что в ПБТА есть целая система с подобными как раз таки темами и созданием конфликтов. И я тут безусловно соглашусь, потому что лично я очень полюбил ПБТА за то, что она буквально вручает каждому персонажу и игрока вот этот вот важный конфликт, который и станет центром истории. И то, что это используется в ПБТА, не означает, что вы не можете использовать это в вампирах. Ничто не мешает подойти к своему игроку до начала и предложить ему создать этот конфликт, который будет отыгрываться в самой игре. Ничто не мешает подойти к игроку и попросить его создать все те же, как ты, Вера, говоришь, мелкие страсти и желания, мелкие цели, мелкие страхи. Страх всегда очень хороший фактор мотивации. И таким образом дать толчок вот этому самому герою в начале его пути. И дальше уже можно вокруг персонажей создавать мир. Вокруг персонажей, которые не находятся в вакууме, которые находятся в мире окруженном, их какими-то уже контактами, которые выплывают из их истории, из их предыстории. И тех персонажей, не игровых персонажей, в общество которых они попадут оказавшись в истории. Они всегда должны чувствовать себя на почве, что они не потеряны в каком-то вакууме. Конечно, да. И касательно этого всего, я думаю, что очень хорошо связывает вот вся эта почва и связь с окружающим миром нас с нашей следующей темой, а именно создание конфликтов именно со стороны мастера. Потому что то, что, по крайней мере, я считаю очень важным заметить, что игроки отлично воспринимают конфликт практически всегда, который исходит из их персонажа. Например, если вот вы, как мастер, хотите создать историю и конфликт в этой истории, который зацепит игроков, то, по сути, нет ничего более хитрого и умного, чем посмотреть на то, какой конфликт и какого персонажа описывает игрок. Потому что игрок в своей собственной бэкстори уже сразу же показывает мастеру, чего он хочет, чего он ждет и на что он надеется, что он надеется увидеть в этой самой игре, какой именно конфликт. Вера? Вы берете историю, которую придумали ваши игроки и говорите, что это вы придумали. Бинго! Да-да-да, это хитро, потому что нет нужды действительно сидеть и придумывать большие движущиеся элементы и расписывать многолетнюю историю, потому что ваши игроки уже сделали это за вас. Они уже сказали, какой самый лучший вариант для истории в своей собственной бэкстори, в своей собственной квенте. Вот. И из этого можно прямо-таки строить мир, можно строить структуру общества, которая лучше бы отразила конфликт ваших игроков. Вот. Если, допустим, ваши игроки угнетенные или вырвавшиеся из угнетения, дайте им угнетателей. Прямо вот много таких страшных, красивых угнетателей. И персонаж будет на этом играть. И дайте ему... Там у него неразделенная любовь была. Дайте, опять же, пример, наоборот, какой-то большой любви или таких же страданий или какого-то отражения их конфликта в мире. И они будут на это реагировать. Можно еще с неразделенной любовью, например, подогнать эту неразделенную любовь из прошлого, того самого человека или сородича, тут уже не важно, который, собственно, являлся объектом этой любви. И это тоже всегда может создать большие эмоции и драму. Помимо всего прочего, я бы еще лично высказался по поводу именно создания конфликтов, потому что я верю, что как мастер самым выгодным способом подходить к написанию сюжета и истории это писать не сюжет и историю, а писать именно конфликты. Какие-то проблемы, которые возникают у персонажей и игроков, какие-то силы, которые им противостоят или помогают. Показать вот этот самый конфликт и затем уже позволить своим собственным игрокам, их персонажам, на самом-то деле раскрываться в этом конфликте и писать саму историю игры? Я тут соглашусь и не соглашусь одновременно, потому что бывают такие моменты, когда вот собираешь такую какую-то компанию игроков, смотришь на их персонажей, они каждый по-своему хорош, каждый по-своему индивидуален. И даешь им всем какой-то один общий острый конфликт, который, возможно, объединит их, а, возможно, разделит. И иногда можно подкинуть свою идею, которая заставит их, возможно, как-то подумать о том, ну, игроков подумать о том, как их персонажи будут решать эту проблему, которую им дает масть. Ну вот тут я с тобой как раз таки соглашусь. Очень часто помогает, когда ты как мастер создаешь какой-то внешний конфликт, уже не связанный с самими игроками, который является таким дополнительным движущимся элементом в этой самой истории, заставляет игроков, их персонажей, соответственно, смотреть на все эти движущиеся элементы, разные конфликты, которые происходят одновременно, и принимать в них решения. Вот это тот самый пресловутый моральный выбор, который многие ищут. Слушай, Вера... Ради него многие играют. Ради него многие играют в самом деле. Я очень часто вижу в анкетах и заявках, что люди хотят именно морального выбора и терзаний. Очень важно. Вот, Вер, у меня к тебе есть вопрос. Вот когда касается вот этого извечного спора в игровых подходах между рельсой и песочницей, что больше ты предпочитаешь? У меня есть метод. Нечто среднее для меня очень много подготовки, это очень много нервов для мастера. Чем больше ты строишь этот карточный домик из своих идеальных конструкций, тем больше вероятность, что все пойдет прахом, и вы испугаетесь в тот момент, когда все пошло не по сценарию. Мой совет, намечайте несколько ключевых точек. Это точка начала, откуда начинает каждый персонаж, это узловые точки, сюжеты, которые обязаны у вас произойти какие-то события, ключевые для вас, для мастера, и примерный исход, то есть, мастер, в принципе, как правило, хочет что-то показать игрокам. Возможно, будут несколько, допустим, вариантов исхода, но лучше их для себя примерно представить, что могут делать игроки. Но вот эти пробелы между ключевыми точками, их можно заполнять как угодно. Игроки могут достигать от пункта А пункта Б любыми способами. И это их фантазия, это то, что они добавляют. Опять же, можно не зацикливаться абсолютно на ключевых точках. Если вы видите, что первой, второй сессии ваша игра пошла не по плану и вашим игрокам вдруг захотелось переключиться на какой-то другой конфликт, вы можете быть гибче, просто посидеть и перестроить эти точки. Вот тут, Вера, я с тобой очень сильно соглашусь. Ключевые точки это то, чем лично я начал пользоваться впоследствии, потому что, опять-таки, такой небольшой совет. Если вы переживаете, если вы не уверены по поводу того, сможете ли вы симпровизировать или как у вас пройдет роллка или что в ней появится, всегда самое важное это прописать первую сцену, первых каких-то 20 минут вашей игры, вот эта вот самая ключевая точка, чтобы у вас точно был план, с чего начнется игра. Будет ли это какая-то погоня, которая сходу кинет игроков в драму, быть может, это будет какое-то знакомство, в котором вы знаете, что что-то произойдет, быть может, это будет просто рутинное описание того, как пробуждается этот персонаж. Но иметь вот эту вот ключевую начальную сцену всегда очень сильно помогает, причем как для своей собственной уверенности, так и для того, чтобы не запинаться, не переживать, точно знать, что произойдет и создать это впечатление у игроков в том числе. Ну и, конечно же, написание вот этих самых ключевых точек, сюжетных развилок тоже может помочь. Я лично, признаюсь тебе, Вера, их пишу только на самые большие и важные игры, где я страшно переживаю, что что-то пойдет не так, но в своих обычных играх с обычными игроками я уже больше, все больше это отдаю на импровизацию и на то, что именно придумают мои игроки. Ну, тут зависит от того, что именно хочешь поводить, насколько сам планируешь игру. Кстати, о ломании рельс. если вы опасаетесь, что вашу рельсу сломают, если вы опасаетесь, что ваши игроки вместо того, чтобы пойти в городе в левую сторону по улице, пойдут в правую, давайте, пользуйтесь таким приемом, как ложный выбор. Игроки считают, что они решают что-то, на самом деле, вы как мастер, полностью контролируете ситуацию. Вам нужно, чтобы, я приведу простой, короткий пример, ваши игроки встретились с каким-то NPC, монстром, событием, трупом, например. Вы задумали, что ваш труп будет лежать на площади, на которую можно пойти вот по правой стороне города. А ваши игроки решают, что нет, мы пойдем налево. И вот вы сидите, уже не знаете, как же быть. Берете и переставляете площадь в левую сторону горы. Все. То есть, и вы в любом случае можете, да, телепортировать этот труп, совершенно верно, замечают наши комментаторы, и просто положить его туда, где, куда идут игроки. Так или иначе, они его все равно найдут. И ваши планы не окажутся нарушенными. Если ваш игрок выбирает из двух одинаковых черных ящиков, то то, что вы хотите, чтобы он достал, будет в том ящике, который он выберет. Конечно же, важно об этом с самого начала не говорить своим игрокам, потому что это на то и иллюзия выбора, что игроки должны верить, что у них есть в этом плане выбор. Но, в самом деле, телепортировать труп в другое место или телепортировать проход к площади в другое место, это прямо феерическое решение, которое позволяет избежать очень многих проблем. Вот, кстати, касательно этого всего, мне еще хотелось спросить тебя, Вера, потому что мне вот лично как человеку интересно, по поводу начала игр, с чего ты любишь начинать свои игры? Вот к тебе приходит игрок, которого ты еще никогда не видела, никогда не щупала, и вот тебе нужно как-то его разыграть. Что ты делаешь? Обычно это разогрев, то есть нужно отметить себе в игре 15-20 минут, вот прям спокойно на первой сессии, если это не знакомый вам игрок, дайте ему освоиться, дайте ему мир вокруг, дайте ему маленькое событие, которое вообще ничего не решает в истории, может быть, оно вообще не имеет никакого значения, а может быть, оно как чеховское ружье потом где-то сыграет, но дайте ему простую ситуацию, в которой вам будет легко сделать какое-то микродействие, например, ваш персонаж идет по улице и на него налетает пьяный человек, или ваш персонаж находит на улице потерянный кошелек, вы просто смотрите, как игрок взаимодействует с миром, что он делает, как он поступает, это событие вообще не имеет отношения к вашей истории, но оно дает вам понять, как играет игрок. Можно начать с обычного пробуждения и позволить игроку описать себя и посмотреть, что находится в его комнате, где он просыпается, это тоже хорошая мотивация для персонажа, для игрока даже самого подумать и дать ему немножко нарративных прав описать то, каким он видит свое убежище. Как это делается в ВТМ, как правило, персонажи просыпаются в убежище. Я люблю давать вот такие маленькие события, микро, ивенты, случайности, которые в принципе могут показать характера игрока. И что от него ждать? Я на самом деле сейчас сижу и улыбаюсь, потому что мы с тобой этого никогда не обсуждали, если не ошибаюсь, но при этом у тебя точно такой же подход, как у меня, и мы делаем то же самое вплоть до того, что вот это выделение времени. Единственное, что я обычно полчаса на стандартных трех игроков выделяю вот этого самого вводного в кавычках времени. И тоже очень люблю давать либо какие-то такие мелкие события, которые что-то покажут, что-то расскажут, не связанные с общим сюжетом или связанные, но очень косвенно. И либо я даю им возможность пробудиться у себя дома, описать убежище. И еще я очень люблю спрашивать у игроков такие вот мелкие вопросы по типу «Что является первой мыслью, которая посещает голову твоего персонажа с утра? Ты подходишь к зеркалу, ты смотришь в него, какое лицо в нем ты видишь? Так, внешности о том, как держит себя этот персонаж не только для себя, но и, понятное дело, для других игроков, которые представляют этого персонажа перед собой. И здесь, конечно же, передача нарративных прав работает очень хорошо. И еще вот этот маленький момент, его всегда можно использовать где-то в середине или в конце вашей игры, как изюминку чеховское ружье, какой-то внезапный поворот, которого вы не ожидали, ваши игроки не ожидали. Допустим, найденный вами кошелек будет принадлежать какому-то ключевому NPC, или встреченный вами пьяный человек окажется знакомым родственником, гулем, опять же, какого-то или вашего соигрока, или кого-то еще. То есть иногда, если вы уже вот дали водную, можно подумать о каком-то сюрпризе, который удивит ваших игроков. Конечно. И вот тут у нас уже сразу два вопроса, один от Джонатана Йорка и другой от Флюрт, если не ошибаюсь, да. Касательно того, что происходит, вот у нас, допустим, есть игроки, которые не могут сходу написать историю персонажа, наполненную всеми этими событиями или конфликтами. Или вот у нас есть игроки, которые приходят и устраивают резню на Элизиуме, и мастер не знает, что с этим делать, потому что он совершенно этого не ожидал. И мое скромное мнение, и мой скромный ответ на все эти вопросы, это то, что такие вещи нужно решать до начала игры на этапах организации, на нулевых сессиях, обсуждениях конкретно того, о чем будет эта игра, как вы видите происходящее событие, какая будет атмосфера, какой будет дух. Там же происходит и создание персонажей, какие-то потенциальные взаимоотношения между собой. И, в принципе, нулевая сессия очень часто является таким хорошим инструментом для того, чтобы исправлять подобные несоответствия ожиданий. Вер, ты вообще нулевые сессии со своими open table'ами проводишь, потому что я не знаю, как у тебя это работает, если честно. Как ты новых игроков к себе принимаешь? Я помню, у тебя, как у игрока, была прекрасная нулевая сессия, в которой твоего персонажа чуть не сожгли. Нет, нет, просто мы с тобой немного не о том говорим. Я имею в виду нулевую сессию не сольную сессию для конкретного игрока, то, что в storytelling в системах обычно называется прелюдиями. Я говорю про нулевую сессию, где вы собираетесь с игроками именно как игроки, а не персонажи, и начинаете обсуждать хоум-рулы, правила, когда вы будете собираться, вот такие вот более тривиальные детали. Конечно, когда идет создание персонажа, учитывая, что новым игрокам еще нужно вникнуть в систему, и я тут скажу такой тезис, что мастер это не только рассказчик историй, мастер это организатор игроков. Как вы организуете свою пати, так она и будет идти. Как будут приходить ваши игроки, будут ли они приходить за 15 минут до сессии собираться настраивать свою аппаратуру, пить свой чай и создавать тишину вокруг своего микрофона, или они будут приходить за 5 минут после игры и еще долго болтать о своих делах. Все это в основном лежит на плечах мастера. Это еще даже до нулевой сессии обязательно нужно обсудить с игроками эти технические моменты, какую вы от них ждете организацию, какую вы от них ждете даже дисциплину, насколько это комфортно вам и другим игрокам. Лучше всего, чтобы это было решено заранее. Потом, что касается нулевых сессий, именно подготовительных, лучше всего заранее обсудить какие-то детали механики, кто насколько в курсе механики. Если что-то сразу непонятно игрокам, сразу это пояснить. Посмотреть, помочь. Обязательно мастер помогает со всеми заполнениями чарников, с толкованиями каких-то пунктов чарников, допустим, в том же ВТМе. Иногда схожие позиции, там атрибуты. Можно толковать и понимать по-разному, лучше это сразу определить, что и как считается, чем. Ну и, как уже сказал Илья, вы должны определить атмосферу, то, чего хочет играть, кто рассчитывает на экшен, кто рассчитывает на социальное какое-то больше направление. Мастер должен это понимать заранее. Вот я с тобой полностью согласен в плане организации, допустим, того, когда приходить вовремя и подобных вещей. Я лично всегда предлагаю своим игрокам такой небольшой хоум-рул, что все собираемся за 15 минут до начала игры. И причем это не только для того, чтобы никто не опаздывал, не только для того, чтобы показать, что каждый игрок уважает время остальных игроков, но и в том случае, в том числе для того, чтобы этот игрок или все игроки могли эти 15 минут посидеть, разговориться, вспомнить, что у них есть речевой аппарат, которым можно как-то управлять. Возможно, немножко зарядились вот этой коллективной энергией, возможно, обсудили что-то до начала игры и вспомнили, о чем вообще будет сюжет. И я считаю, что это правило мне очень много раз помогало и очень много раз меня спасало. Хотя и бывают ситуации, конечно, когда игроки опаздывают. А еще добавлю самый простой ответ на то, как в начале своего вождения избежать непредвиденных ситуаций от неизвестных тебе игроков. Тренируйтесь на ваших друзьях. Вы примерно знаете, и это люди, которые отнесутся к вам более терпимо, это люди, с которыми вам будет более комфортно. Лучше всего это советуют все, это классика. Те же самые Беловолки или любые создатели настально-ролевых игр дадут вам этот совет. Начните водить в кругу друзей. Это на самом деле очень правильный подход, потому что ваши друзья будут и более простительны к вам изначально, и они скорее всего будут пытаться помочь вам и создать вот эту самую игру, в то время как случайные игроки, вы не знаете чего от них ожидать, и здесь становится все немного труднее. Вообще, в принципе, тема набора игроков в свою сессию это очень большая тема, и я не думаю, что мы ее сегодня затронем, потому что там есть очень много нюансов, достойных своего собственного подобного обсуждения. Поэтому, да, ультимативный совет, попытайтесь найти друзей. Вот. Здесь касательно того, что флюрт написала по поводу того, что, допустим, было подобное обсуждение на нулевой сессии, была проведена синхронизация ожиданий, и в конце концов договорились о том, что хотят мрачный тон, хотят серьезный подход, а потом ситуация просто спонтанно произошла, флюрт спросила, кто виноват, мастер или игроки, я бы лично ответил на этот вопрос никто, ролки не про то, чтобы искать виноватых, и очень часто подобные вот пальцы тыканья могут навредить взаимоотношениям, и это, ну, далеко не всегда хороший подход. Как избежать подобных вещей? Выговаривать со своими игроками, действительно проводить синхронизацию ожиданий, не просто на уровне мы хотим мрачную игру, а вот именно на уровне того, чтобы, если это начинающие игроки, объяснить им, что это серьезный мир, в котором серьезные последствия будут преследовать вас за конфликтные действия, и что если вы будете вредить многим другим персонажам, то многие другие персонажи возьмут это все в свои руки и попытаются избавиться от вредителей. И если очень четко проговорить и синхронизировать ожидания, синхронизировать общее ощущение о том, как именно мир тьмы или любой другой мир будет реагировать на действия игроков, действия персонажей, прошу прощения, то впоследствии такие ситуации практически всегда будут сводиться к нулю. Иногда, иногда, это уже, наверное, более для мастеров, которые действительно берут новичков, когда вы берете, вы уже что-то знаете о мире и о системе, в которой вы водите, а у вас играют более неопытные люди, и вы чувствуете, что человек делает что-то, что для его персонажа вернется какими-то неожиданными трагическими последствиями или совершенно непредсказуемыми, не то, о чем вы договаривались на нулевой сессии, вы можете дать подсказку. Это не так критично. Мастер играет вместе с игроками, мастер играет не против игроков, и мастер не ждет, когда игроки оступятся, чтобы сказать «Ага!» Вот. Нет. Если вы видите, что ваш игрок делает что-то совершенно нелогичное в его ситуации, вы можете просто спросить его «Уверен ли ты в этом?» И может быть тебе не хватает какого-то понимания. Иногда это помогает избежать больших проблем в игре. Вообще касательно этого, мне бы очень хотелось добавить, что лично мне всегда жутко помогало уважение к игрокам. Когда я уважаю своих игроков, воспринимаю их как взрослых осознанных людей, и понимаю, что мы все вместе собрались за одним столом, чтобы создать хорошую и интересную историю, и возможно даже стоит пару раз сказать об этом вслух, чтобы игроки тоже поняли, что все мы здесь взрослые и уверенные в себе люди, которые хотят создать историю, то это очень часто добавляет немного цивильности в подобные игры и подобные дискуссии. Кстати, касательно этого, Вер, вот такой быстрый вопрос к тебе, тема табу, немного спорная в нашем сообществе, как это не странно, тема, что ты по поводу всего этого думаешь? Я очень за табу, потому что иногда, что бы ни говорили мы о том, что мы взрослые состоятельные люди, уверенные в себе, ой, это все вранье, и если ролка удалась, то вы вжились, если ролка удалась, то мастер плачет, а в сюжете игроки плачут за своих героев, все плачут, возможно, от счастья, но не всегда, поэтому полностью отделить себя от персонажа очень сложно, полностью отделить свой неуспех от неуспеха персонажа очень тяжело, и отделить шок персонажа от своего тоже бывает сложно, поэтому лучше сразу спросить у игроков, насколько вы, насколько игроки готовы воспринимать какой-то возможный шок-контент, не нужно, пожалуй, с этим сильно закручиваться и обсуждать буквально там, а если отрежут большой палец, ничего, да, а если средний, нет, средний, вот уже не надо, вот, иначе это просто превратится в какое-то прописывание и создание сценария, но в целом какие-то стоп-слова можно прописать, когда ваши игроки чувствуют, что вот прям в некомфортную зону зашла игра, они могут сказать какое-то стоп-слово и вы поймете, что все, стоп, это не надо дальше. Я вот не знаю, если честно, насчет стоп-слов, Вер, никогда их не использовал, поэтому, пожалуй, тут я полностью доверюсь твоим опытам, я скорее предпочитаю подходить каждому игроку лично, не обязательно публично при всех спрашивать, особенно, если я чувствую, что игрок не очень уверен в себе, да, противоречит моей прошлой великой цитате, тут записанной из текста, я спрашиваю своих игроков, какие темы им некомфортны, были люди практически всегда, вот в большинстве случаев, людям некомфортна тема сексуального насилия в играх, поэтому я их уже как бы по дефолту обхожу, ну и, конечно же, очень часто у конкретных людей находятся либо какие-то травмы, либо какие-то неприятные вещи, которые я лично предпочитаю, которых я предпочитаю избегать, некоторые тут со мной не согласятся, я много раз видел людей, которые спорили со мной на эту тему, говоря, что табу, в принципе, как практика не очень хороши, что они не хотят себя ограничивать как мастера и хотят водить полностью открыто, изучая абсолютно все жестокие и тяжелые темы, которые они только могут изучить. И я считаю, что это нормально, если ваши игроки знают о вашей подобной позиции и согласны на такие игры. Но такую позицию все же стоит изначально озвучить, чтобы не возникла ситуация, где вы создаете жестокую тему, показываете ее своим игрокам, а потом узнаете, что у одного из игроков есть настоящая и серьезная травма, касающаяся, связанная с этой темой, и чтобы мы лишний раз не вредили нашим близким людям, которые сидят с нами за одним столом. Совершенно согласна. Иногда может потребоваться, если вы чувствуете, что на одной из сессий вдруг кто-то из ваших игроков стал меньше отвечать, меньше делать заявки, стал зажиматься где-то, отмалчиваться, если вы видите друг друга, это сразу понятно, если вы играете голосом, это, в общем-то, слышно, вы можете просто после игры, уже не публично, человеку написать, сказать, что-то было не так, и, в общем-то, если человек более-менее адекватен, то, скорее всего, он вам скажет. Конечно. И вот я бы еще напоследок хотел добавить такую маленькую вещь, что я лично считаю, что мастер является не только, скажем так, создателем конфликтов неописи и описаний, но также и в большей своей степени является организатором. Я со стыдом признаюсь, что далеко не всегда являюсь таким хорошим организатором, каким бы я хотел быть, но все же общая слаженность пачки, партии, людей как таковой, общая организация дат, прописывания вот именно каких-то хоум рулов, каких-то заранее создания каких-то договоренностей и, как это ни странно, очень часто налаживание социальных связей между людьми, которые будут играть за одним столом, это все в большей своей степени ложится именно на плечи мастера. И вы, как мастер, лично я считаю, всегда ответственны за то, что именно происходит за столом, за подбор игроков, иногда даже за необходимость кикнуть конкретного игрока, если он прямо совершенно не подходит к группе, которая собралась здесь. И в том числе, конечно же, мастер ответственен в какой-то степени за создание определенной энергетики, определенного эмоционального настроя, который будет присущ этому столу. То есть, извини, говори. Я тут добавлю просто маленький момент, комментарий по поводу написанного в voice-тексте. Еще, если вашим игрокам сложно описать серьезные квенты с проблематикой, если вашим игрокам не хочется этого делать, им хочется прийти, расслабиться, и вы, в принципе, это допускаете, то есть, вы не говорите сразу человеку, нет, извини, это не то, о чем мы хотим поиграть, давай как-нибудь в следующий раз соберемся. Вот. Если вы это допускаете, то иногда такому человеку можно дать поблажку. Главное, опять же, тут в квенте отметить ключевое, что для него будет важно. Попросите хотя бы основные точки. Кто такой, откуда взялся, как выглядит, чего хочет, чего боится. всё, это вообще несложно. Все остальные вот это вот мясо на этот скелет, он будет уже получать в ходе ролевой игры. Он будет знакомиться с другими персонажами, он будет обрастать, персонаж будет обрастать контактами, будет обрастать какими-то своими историями. Иногда не обязательно заставлять игроков сразу в Гамлета или там Шекспира или как угодно. можно давать и такие вот. Тут я, конечно, Вер, с тобой полностью соглашусь. Я считаю, что это очень хорошее мнение. Вот. И здесь постепенно, я думаю, мы можем перейти к нашему следующему пункту, а именно извечному выбору системы, великому холивару, которому посвящены добрые 10% местного канала Водлора. Вер, что ты думаешь по поводу выбора системы? Очень-очень кратко. Играйте то, что вам удобно, то, какого размера будет кубик, который будут кидать игроки, вообще не влияет на то, как вы будете строить свою историю. Вы берете то, что комфортно вам и вашим игрокам. Если вы любите разные системы, то найдите что-то среднее, найдите компромисс. Но в любом случае система это не главное. Для меня, например, как для мастера, система это вторично, система это та монетка, которую вы бросаете, когда оба варианта интересны, и вы просто не хотите выбирать сами. Вот я признаюсь честно, что несмотря на то, что я согласен с тобой в большей степени сказанного, в том, что система прежде всего должна быть комфортной лично вам, я все же не согласен с тем, что система это просто бросок кубика. Все же стоит понимать, что есть разные системы, и, конечно же, если мы говорим про выбор системы вампиров, от первой до пятой редакции, то здесь в принципе они все достаточно похожи. Но если мы начинаем сравнивать другие системы, вроде например, фейты, пбта, и таких более специфичных вещей, то многие подобные механики направлены на очень конкретный ролевой опыт и могут сильно повлиять на происходящее за столом. Просто что бы я хотел сказать, что вот если вы начинающий мастер, вероятнее всего у вас нету за спиной прочитанных 20-30 книг разных систем, чтобы вы могли принять осознанное и взвешенное решение, что именно подойдет вот именно вам. Поэтому я бы просто посоветовал брать ту систему, которая первая попалась под руку или которая выглядит наиболее привлекательной. Нет ничего плохого в том, чтобы открыть книжку, пролистнуть и посмотреть на рисунки, и когда вам понравится как визуально оформлена книга, выбрать ее, потому что объективно говоря, ваше решение принято подобным образом, будет практически настолько же взвешенное, насколько решение принято на основе множества комментариев, прочтенных в сети по поводу того, какая из систем намного лучше. Я бы еще добавил... Пришла еще в голову... Извини, договаривайся. Хорошо. Я бы еще добавил, что нет ничего плохого в том, чтобы играть вообще без системы или с ситуативным D6, или с ситуативным подбросом монетки, даже так. Это точно такая же система, пускай и намного менее проработанная, но для некоторых игр она намного более выгодна. Вот, Говори. мне пришла просто в голову еще одна мысль по поводу системы. Как выбрать систему для вождения? Поиграйте. Поиграйте в какой-нибудь ваншот по системе, где есть уже мастер, который вводит. Поиграйте по одной системе, поиграйте по другой системе, и вы поймете где вам конкурс. Это действительно рабочий метод. Не всегда, потому что, понятное дело, что за каждым столом атмосфера будет своя собственная, и то, как тот конкретный мастер подаст эту систему, не обязательно всегда будет определять, как именно она будет ощущаться у вас на игре, но это всяко лучше, чем просто тыкать пальцем в небо. Тут как бы стоит это признать. В принципе, выбор системы, несмотря на все холивары, лично я считаю скорее вторичным и первичным всегда именно то, как мастер ее воспринимает и подает, потому что у плохого мастера даже самая лучшая система будет не очень, а у хорошего мастера даже самая худшая будет замечательной. Поэтому, в первую очередь, это всегда все зависит от мастера и потом уже от того, что именно написано в корнике. И еще, пожалуй, одной из важных тем является мастеру самому верить в то, что он делает, любить свою историю и тогда, когда вы сами излучаете вот эту энергетику, игроки будут ей заряжаться. Когда вы мастерите с удовольствием, это удовольствие передастся вашим игрокам. Иногда важно получить, ну, нет, не иногда, всегда важно получать удовольствие от того, что делаешь. всегда важно себя настроить на то, что ты уже все отрепетировал, а сейчас ты празднуешь. Это парад. Вот это твой выход. Ты мастер, ты сейчас покажешь своим игрокам такое, что они ахнут, сядут и так и отстанут. и это состояние останется у них, оно передастся им, и неважно, какие у них были циферки на листочках, они запомнят настроение. Именно так. И я на самом деле думаю, что про систему это нам больше сказать-то нечего, потому что, опять-таки, это тема с таким большим количеством нюансов, что очень трудно что-то осознанное сказать про нее, на нее за 15 минут. Да и новичкам она не очень-то критична. Именно так. Что же, тогда я думаю, что мы перейдем к следующей очень большой и страшной, но тем не менее важной темы для мастера, а именно создание неигровых персонажей, NPC, не NPC. У тебя их, Вера, я знаю очень много, и их все очень сильно любят, поэтому расскажи нам, что же ты делаешь. Ну, первый тезис, который я, опять же, поняла для себя, это своих NPC нужно любить. Уметь ставить их на задний план, но при этом верить в них. Делать их не функциями, а такими же персонажами, такими же характерами, как игровые персонажи, игроков. когда вы их отыгрываете, вы должны в них верить. Суть мастера в том, что он воплощает себя в каждом NPC. У меня есть, кстати, даже такая моя личная такой лайфхак. Вот иногда у вас, как у человека, бывают положительные опыт в вашей иролой жизни или отрицательный опыт в вашей иролой жизни. Может быть, когда-то вам хотелось поступить неправильно с кем-то. Возьмите и этот опыт перенесите на вашего NPC, перенесите его на вашего антагониста. Сделайте то, что вам очень хотелось сделать, сделайте кому-нибудь подляну со вкусом и ваш антагонист заиграет. Переносите свой личный опыт, вкладывайте свою энергетику в вашу историю, и тогда NPC будут интересными. Не делайте функции. Функции не запоминаются, функции мешают вам же, потому что вы потом не можете отличить одного NPC от другого. Я тут, Вера, с тобой полностью согласен. лично мои любимые неписи это всегда персонажи списанные с реальных людей и реальных событий, которые произошли со мной. Особенно, знаешь, такие конфликтные, шокирующие события. Вот очень хорошо запоминаются манеры общения людей в такие моменты, и перенося ее сквозь своих неписей, я очень люблю создавать вот таких колоритных персонажей. Но это, мне кажется, уже такое небольшое углубление. Я бы хотел, знаешь, вернуться к таким, каким-то общим чертам по типу того, как именно, собственно, создать небеси. Я лично считаю, что самое ключевое всегда в каждом нипе это его мотивация. Если вы представите этого нипа как живущего человека, который живет, дышит, ну или вампира, он чего-то хочет, он чего-то боится. И пока у него будет какая-то своя собственная мотивация, касающаяся часто конфликта или касающаяся часто игровых персонажей, вы всегда будете четко знать, что он будет делать. И вы всегда сможете создать его личность, несмотря на всю многогранность, вы сможете ее продемонстрировать сквозь несколько таких вот точек мотивации. При этом всегда, конечно же, нужно понимать, что у него есть какие-то базовые страхи, против того, что он не хочет умирать. Потому что бывают ситуации, в которых взаимодействуешь с игровыми персонажами, именно как игрок, и видишь, что Неписю вообще все равно умрет он или нет. Он просто существует и исполняет какую-то нарративную функцию, которую в него вложил мастер. Но при этом стоит же понимать, что это все еще живой человек, который не хочет умирать. Или даже если это сородич, он все еще не хочет умирать. И это такая распространенная ошибка, которую я часто вижу в разных играх. Вот тут замечают в чате моих старых Неписей, которые умерли в процессе игры. Я никогда не прощу тебе то, что ты убиваешь своих, позволяешь своему Неписи умирать. Я буду это помнить всегда. Я считаю, что смерть Неписи это очень мощный инструмент в руках мастера, к которому нужно подходить аккуратно. Если вы будете убивать Неписей в каждой своей игре близких, важных для сюжета Неписей в каждой игре, то игроки к этому привыкнут, и это уже не будет никак их шокировать. Но если это какой-то персонаж, с которым они строили взаимоотношения, который развивался и который каким-то образом умер, пускай даже умер через изменения, умер, предав игроков, потеряв вот эту самую ценность, в этом его смерть. Это всегда будет нести в себе очень большую эмоциональную ценность, что часто в играх полезно и важно. И в принципе, когда вы создаете NPC, какой-то вот этот пул NPC, который вам потребуется, вот вы сели, почитали квенты игроков, вы примерно прикинули ту проблематику, которую вы хотите дать своим персонажам, время, место, событий, то есть все, вы расставили декорации, вам нужно их кем-то наполнить. Первое, что у вас NPC поделятся на протагонистов, протагонистических NPC союзников и каких-то антагонистов. Первое, что следует наметить, это их союзники и враги. И здесь очень-очень тонкая грань, это уровень силы ваших союзников и ваших противников. Ни те, не другие не должны существенно превышать по силе ваших игроков, потому что как только у игрока появляется могущественный союзник NPC, это всегда повод сочковать. Это повод игроку пользоваться этим NPC как палочкой-выручалочкой в любой непонятной ситуации. Это повод для игрока переложить ответственность, поэтому союзников всегда делайте второстепенными персонажами, чуть более слабыми, чем ваши игроки. Если у вас действительно какой-то могущественный дружественный NPC присутствует в игре, он не должен быть доступен по первому свисту. Вот. Это не такие персонажи. в принципе с тобой вер согласен. Я бы сказал конечно же что это не правило применимое к каждой игре, но это такой полезный упрощающий жизнь инструмент, который хорош в арсенале когда-то начинающий мастер. Потому что опять-таки все так же часто мастера скатываются к ошибке того, что они приходят к созданию какого-то союзника, который является многократно сильнее игровых персонажей и по итогу превращается в такого универсального проблем. И это конечно же немного убирает драму и напряжение из самой игры. И это чаще всего то, чего мы в принципе не хотим. Вот. Еще я думаю что я бы выделил несколько таких очень практичных советов. Лично я всегда на играх своих помимо того, что прописываю каких-то персонажей, я держу список имен. Несколько женских, несколько мужских имен, которые применимы к этому сеттингу. Да, если это урбанистическое фэнтези какое-нибудь где-нибудь посреди Лондона, то у меня там будут всякие Джонатаны и Джеймсы. И потом, когда я создаю персонажа на ходу, импровизирую какого-то персонажа, мне достаточно просто вытянуть имя оттуда. Потому что поверьте, когда придет игра, вероятнее всего вам будет трудно придумывать имена на ходу. Это всегда такое немного тяжелое событие. И иметь под рукой список имен, иногда даже характеров, иногда даже каких-то сторонних случайных персонажей, которые можно втянуть. Это вещь, которая может вам очень сильно помочь в вашей же собственной импровизации. Сейчас отвечая на дискуссию в voice тексте, скажу, что да, роли NPC могут поменяться, но вы четко опять же должны понимать, если ваш NPC там противник стал по какой-то причине, союзникам ваших персонажей, он тоже не должен становиться решателем проблем. Если ваш союзник NPC вдруг по какой-то причине стал врагом, то опять же вы должны продумывать, насколько этот враг должен быть опасен, насколько он должен иметь преимущество или наоборот какие-то слабые стороны перед игроками, игровыми персонажами, потому что если вы создаете какого-то именно антагониста или персонаж становится антагонистичным, это ключевой персонаж, но с ним справляются как с мухой, это не интересно. Или если случайные какие-то противники, которые служат для разогрева ваших персонажей, вдруг ломают абсолютно все и убивают их, это грубо говоря случайные кулиганы с улицы вдруг разносят ваших игровых персонажей в пух и прах, это не совсем правильно. Понимайте, чем должна закончиться каждая стычка. Если вы планируете сцену боевки, боевка должна случиться, или сцена противостояния, вы примерно понимаете, чем она закончится. То есть, опять же, стычка с какими-то хулиганами это повод развить историю, а не обрубить ее на начале, а поход к какому-то ключевому NPC-антагонисту это событие, которое должно иметь значение, которое должно нести в себе эмоциональную нагрузку, смысловую нагрузку, и, соответственно, этот персонаж должен не быть таким простым, как кажется. Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь, что нужно понимать, какие персонажи будут важны для хроники, и вот этих самых... Конечно же, как мастер, очень трудно предугадать, какой по итогу персонаж будет важным для хроники, потому что не исключено, что игроки решат развернуться и не пойти к важному персонажу в принципе, и никогда его не встретят. Но в принципе понимать то, что некоторые персонажи могут быть ключевыми, и когда ты видишь, что они становятся ключевыми, очень полезно каким-то образом дополнять и расширять их характер и делать их более интересными и глубокими, чем условно хулиганов на улице, которые пришли и ушли. Конечно же, хулиганы на улице это немножко как столкновение с гоблинами, бросайте инициативу, но в целом бывают сцены, где это важно, бывают сцены, где такие хулиганы нужны. Бывают такие хулиганы, которые потом становятся ключевыми NPC. О, конечно же, это случалось, я думаю, с каждым и не раз. Я бы еще предложил на самом деле такую небольшую фишку, которую, я признаюсь, украл у Нила Геймана. Нил Гейман, как хороший рассказчик, предлагал выдавать своим собственным персонажам так называемые смешные шляпы. Какое-то такое короткое описание, какое-то такое характерную черту, которая бы делала их запоминающимися, пускай даже если она выглядит немного глупо и потешно, как, собственно, смешная шляпа. Очень хороший пример, как это происходит, допустим, у автора Гарри Поттера, Джоан Роулинг. Если я озвучу условно парнишку с ерошенными волосами, зелеными глазами, очками и шрамом на лбу, мне нет нужды произносить его имя для того, чтобы абсолютно каждый из присутствующих здесь понял, что это за персонаж. И если вы своим персонажем будете выдавать подобного рода меткие описания или какие-то характерные черты, я не знаю, персонаж ходит с тростью и постукивает ей каждый раз, или персонаж достаточно пухлый, имеет всегда жирные губы и облизывает пальцы, то есть вот такие очень характерные детали, то затем впоследствии эти персонажи так или иначе будут немного выбиваться из толпы и будут, скажем так, демонстрировать эти свои черты, и часто вам не нужно будет даже называть их имени, и достаточно будет лишь озвучить звук трости, которая хаотично соприкасается с камнем для того, чтобы ваши игроки поняли, что входит тот самый персонаж. Отличный совет. Мне, кстати, очень нравится, и когда я сама являюсь игроком, меня прямо вот такие моменты заставляет аж прямо подпрыгивать на стуле, вот оно, вот оно, и ты уже слышишь, как оно идет, и уже радуешься заранее. Вот. Я, наверное, еще такой лайфхак добавлю к этому по поводу внезапных каких-то забавных сцен. Чтобы ваша улица, ваш бар, в который заходят ваши персонажи, подворотня, в которой они, как сородичи, ищут пропитание или бизнес-центр выглядел не таким картонным, пластмассовым или безжизненным, вы можете добавить туда микродетали гротескные, которые запомнятся вашим персонажем. Например, в том же бизнес-центре какой-то неловкий клерк разливает кофе на очень красивое платье или так далее, и делает это как-то особенно, как-то гротескно, или тот же бармен в баре наливает коктейли, вы можете просто дать какую-то черту, опишите цвет этого коктейля, внезапно, маленький штришок, который выделит локацию для игроков и сделает запоминающуюся какое-то тоже вот пятно. Такие вот маленькие детали, которые опять тоже не влияют на сюжет, но позволяют вашим игрокам лучше вживаться в мир. Определенно. Я смотрю, ты еще в нашем заранее заготовленном списке, очень хотела поговорить на тему проведения сцены с несколькими NPC. О, да, это именно то, что нужно сказать для начинающих мастеров, когда вы придумали много классных NPC, или просто много NPC, или у вас сцена, в которой ваши игроки врываются в толпу NPC. самое главное это избежать того, чтобы NPC говорили друг с другом. Во-первых, для вас это будет тяжело, во-вторых, игроки окажутся не удел. Это ошибка, которую допускала я, как мастер. да, Вера, я помню эти самые моменты, когда ты еще только начинала, и я скажу честно, что столько раз видел, и каждый раз это так неловко всегда, когда начинающий мастер сам себя неожиданно ставит в ситуацию, где говорят несколько неигровых персонажей между собой, и понимает, что у него не хватает навыка, чтобы красиво озвучить эту сцену и сделать. Я признаюсь честно, даже у меня не всегда хватает навыка сейчас это делать, и я эти сцены попросту стараюсь избегать, я стараюсь делать практически все сцены, в первую очередь про персонажей игроков, опять-таки, не делать их второплановыми слушателями, а делать их именно активными участниками. Я бы просто посоветовал не ставить сцены с несколькими неигровыми персонажами, но если уж такая ситуация произошла, если уж ваш сюжет требует для того, чтобы неигровые персонажи говорили между собой, и при этом игроки их, допустим, подслушивали, или просто выслушивали там какие-то дебаты, идущие на сцене, просто ситуация необходимая. Маленький лайфхак, который вы можете использовать, это вкратце описать, что именно они говорят. Описать именно не отыгрывая, а просто рассказать, в каких эмоциях, в каких красках это произносится, что является главным посылом их речи, и в целом подобным образом передать это все. Это же применимо на самом деле и на моменты, где вы ощущаете, что недостаточно хорошо отыгрываете, чтобы передать, достоверно и правдоподобно передать этого конкретного о небесе. Всегда можно просто вкратце сказать, что он в ярости ударил по столу и вскрикнул что-то, вместо того, чтобы самому бить по своему же столу и кричать. Вот. Кстати, здесь такой мне плановый лайфхак, который пришел ко мне из опыта собственных игр, это вопросы, когда вы ведете хронику, состоящую из нескольких сессий, это пересказы событий, когда ваши игроки уже знают о событиях предыдущей сессии, а вот персонажам нужно обсудить друг с другом, рассказать друг другу то, что уже происходило, поделиться новостями, ну, или повторить то, что ваши игроки уже знают. Вы можете заранее проговорить это с игроками, что если такая необходимость нужна, если персонажам необходимо обменяться новостями, но вы понимаете, что для игроков это никакой новой информации, два варианта, либо это просто опускается, и персонажи, ваши игроки говорят, наши персонажи пересказывают друг другу то, что происходило вот в прошлую ночь, либо если игроки уже достаточно опытные, они могут в это предложение добавить что-то новое, какие-то эмоции свои описать, то есть переживая события прошлой ночи, там, мой персонаж понял то-то-то или почувствовал то-то-то, то есть всегда нужно добавлять в эти сцены новую информацию. Тут я полностью с тобой согласен. Я думаю, что мы, в принципе, обсудили уже большую часть вещей, что можно сказать по поводу небесей. Можно, конечно же, еще добавить что-то про отыгрыш, но я не уверен, что можно дать прямо лаконичные советы, и опять-таки я думаю, что это очень широкая тема, которая заслуживает своего общего обсуждения, не так ли? Конечно, конечно. Самое главное верить, что отыгрываешь даже как мастер. Конечно же, именно так. Слушай, давай тогда двинемся дальше, перейдем к теме музыки, что ты можешь нам по этому поводу сказать? Это чертовски сложно, если ты начинаешь водить, потому что твое внимание сосредоточено на миллиарде вещей, на тему помнить имя NPC, который сейчас войдет, помнить имя игрового персонажа, которым играет твой игрок, создать сцену, отыгрывать, все вот это вот. И тут еще надо в этот момент посмотреть в экран, вспомнить, что ты сидишь на попе у себя перед ноутбуком или чем-то еще, и вводишь, и вспомнить какие-то команды, и ставить музыку. Очень многих это сбивает, и я, как мастер, не сразу смогла вообще подключать музыку в свои игры. Самый лучший лайфхак, если вы все-таки созрели, если вы готовы это делать, даже два. Первое. Можно просить друга. Опять же, если вы играете с друзьями, помогает. Второй момент. Если друга нет, друг играет, другу хочется показать сюрприз. Подберите музыку заранее и создайте плейлист. блокнот, любая другая, ворд, что угодно, где вам удобно записывать. Прямо я прописываю вместе с командами, например, для ботов дискорда. Поставить плей и адрес трек. Поэтому все движения мои во время игры это Ctrl-C, Ctrl-V, Enter. Все. Можно музыку бить на тематике, не готовить ее заранее к сценам, а подготовить темы музыки. Напряженная, боевка, побег, расслабленная, элизиум. То есть, либо поделить их по локациям, либо по ситуации. Что вообще, Илья, как ты делаешь в последнее время? Мне вот, кстати, твой опыт очень интересен. Ну, я признаюсь честно, что я человек, связанный с музыкой лично в своей жизни, и для меня аудиальное восприятие всегда стоит на первом месте. Поэтому я не представляю игру без музыки. Я хочу со своей скромной колокольни кричать, ребята, всегда используйте музыку, она добавляет так много атмосферы, пожалуйста. Но я понимаю, что это, конечно же, неприменимо ко всем. существует несколько способов, как именно в принципе можно транслировать музыку. В реальной жизни, понятное дело, принес планшет, принес колонку или с компьютера запустил это все решаемо. Когда мы говорим про онлайн игры, то это либо боты в Дискорде, то, что я вижу чаще всего, что используется, либо Roll20 или TTS или любые другие виртуальные столы, в которых есть функция запуска музыки, либо совершенно недавно вот присутствующие здесь Гамлетс Шек показали мне еще один способ. Они включают приложение плеера у себя на компьютере и запускают трансляцию Дискорда прямо этой самой программы и там же переключают музыку у себя. Это делается чуть быстрее, чем на ботах и вполне себе тоже работает, хотя я до сих пор нахожу это немного странным, потому что уж больно привык конкретно к ботам. Что же касается именно воспроизведения с бота, то как бы тут очень правильно заметила, пока идет сцена, ты как мастер уже заранее знаешь, какая будет сцена следующая, вероятнее всего, почти всегда. Иногда бывают исключения, но почти всегда ты можешь предугадать по крайней мере какой у нее будет настрой. И поэтому ты берешь заранее заготовленный трек из блокнота, из вкладки в браузере где-то, вставляешь его, пока идет текущая сцена, и потом просто скипаешь на переходе собственно из одной сцены в другую. Ну и понятное дело, каждый трек должен быть в лупе, в цикле, и он будет повторяться, и таким образом не придется переживать, что следующий трек начнется раньше, чем закончится текущий. По поводу подбора музыки, я бы посоветовал брать инструментальные композиции, не те, которые содержат слова. Несколько раз видел, что начинающие мастера берут прямо какие-то там роковые песни. Человеческая речь в музыке всегда очень сильно вокал отвлекает от того, что говорят игроки за столом, поэтому лучше брать инструментальные композиции. Если вам очень нравится какая-то песня, и вы хотите, чтобы именно эта песня звучала, то вы можете найти ее инструментальную версию, либо в каком-то караоке, либо просто забив инструментал, собственно, в поиске на Ютубе. И это, опять-таки, тоже может ее найти. Лично я также в последнее время пользуюсь, опять-таки, песнями из поп-сцены, да, конкретно прогрессив рок, но не суть важны. Я беру их кавера, сделанные на клавишах. Я нашел канал человека, который играет конкретные песни на фортепиано, и затем я их вставляю. Они создают ровно ту атмосферу, которую я хочу, чтобы они создавали, и при этом они своим инструменталом не отвлекают от текущих событий. Ты должен мне ссылку. Ты прополкался? Конечно же, я тебе дам ссылку. Очень классный комментарий в тексте. Ключевые темы музыкальных ключевых персонажей это как то самое постукивание палочки. Бывает, что игроки слышат музыку какого-то события, и они уже все, о, вот оно, сама такая. Конечно, да, можно быть вообще как взрослые режиссеры, взрослые люди, работающие в кинематографе, и использовать какие-то мотивы для конкретных персонажей, сцен или событий. Я, например, очень люблю брать какого-то одного ключевого персонажа, какого-нибудь очень древнего, старого, старейшину, и добавлять ему какой-то его личный трек, который играет каждый раз, когда игроки будут его видеть. И это, возможно, уже такой немного более глубинный совет, но затем, если этот же трек использовать в местах, где проявляется влияние этого старейшины, но игроки не обязательно об этом знают, то это может создать у игроков через, собственно, лейтмотив ощущение того, что этот старейшина где-то рядом, и его рука каким-то образом затронула происходящее событие. По поводу комментариев ходить в клуб и слышать песню со словами, что мешает взять и найти какой-то тот же самый инструментальный кавер на эту песню популярную, которую вы хотите, чтобы... Я, кстати, пользовалась этим у меня в одной из игр в ситуации, когда персонажи действительно входят в клуб как раз эта ситуация. Мне хотелось, чтобы они слышали определенную популярную песню, слова которой знают все, но мне не хотелось, чтобы люди вместо того, чтобы отыгрывать, сели и начали бы ее подпевать. Я нашла инструментальный кавер, и вот настроение создано, песню все узнали, но как-то все больше все-таки ну сосредоточены на отыгрышах, а не на пише. Есть еще очень... Вот-вот Натали меня опередила на минуту. Очень хорошие треки на ютубе, опять-таки, с задних помещений клубов или с ванн и вот подобным образом с обрезанными частотами, которые очень хорошо создают атмосферу вот таких вот задних помещений, таких громких мест. Всем рекомендую, это поразительная находка. Да, вот. Натали вот как раз опередила. Я помню, кстати, даже Натали как-то раз, когда водила, ставила Барбару Стрейзен, если не ошибаюсь, тоже как бы фоном записанную. Пожалуй, у меня все к музыке. Я, возможно, после того, как мы закончим, сброшу еще пару каналов лично тех, которые я предпочитаю инструментально ставить на фон, которые я опытом и практикой обнаружил, что достаточно бодрые, чтобы игроки не засыпали, но при этом достаточно фоновые, чтобы это не перетягивало на себя внимание. Я вам уже сбросил одну ссылку, но я потом, конечно же, могу добросить еще. И я думаю, что мы можем двигаться к нашей следующей теме, не так ли? Конечно. Это, в принципе, создание атмосферы не только музыкой, но и то, что в наших voice-играх основной, это, ну, текст авторский, авторские описания, мест, локации, что прекрасно, по-моему, ты делаешь в своих играх, и то, как создается сама локация, как она описывается, это особый, можно так сказать, вид, там, или часть мастерского искусства лайфхаки, с которой, Илья, я частично брала у тебя, так что тебе тут первое слово. Даже так, я начну первым. Хорошо. Очень важный, такой, конфликтный и спорный вопрос, стоит ли делать какие-то описания сцен, персонажей, любые описания мастера заранее? Стоит ли делать их художественными и литературными? И ответ на этот весь вопрос можете дать себе по сути только вы, потому что только вы будете знать, какой именно стиль подходит лично вам. Я встречал людей, которые не могут вообще ничего описать, если заранее не выпишут это на листочек, и я встречал людей, которые не могут описывать, если они делают что-то заранее. Всегда нужно импровизировать. Лично я для себя нашел такую немного золотую середину, и, возможно, этот лайфхак поможет многим делать описание заранее на листочек, минут за 20 до начала сессии, где-нибудь в вордовском документе, но не читать его в процессе игры. Дело в том, что в процессе того, как вы будете формулировать эти предложения и будете записывать их до начала игры, какие слова будете использовать, вы в каком-то смысле уже сделаете большую часть работы, оно останется у вас в памяти, и когда начнется сама игра, эти предложения будут сами приходить к вам, и вы сможете очень естественно их озвучить. Это, по крайней мере, то, что делаю я. Опять-таки, на очень важные игры, на менее важные игры, где я не так сильно переживаю, я чаще всего в принципе описания не делаю и каким-то образом справляюсь. Но, опять-таки, это все настолько лично и индивидуально, что здесь только вы, как мастер, со своим собственным стилем сможете дать себе ответ на этот вопрос. Еще я бы очень посоветовал такой тоже небольшой лайфхак делать список слов, которые вы хотите использовать в вашей текущей игре. Скажем, если у вас игра, которая будет находиться... Черт, вот сейчас немножко проспойлерю некоторым своим игрокам, которые сидят в чате, ваншотец, который вы планировали. Но если игра будет находиться в каком-то таком осеннем британском сеттинге где-то вот 20 века, то вполне возможно стоит посидеть и подумать над тем, какими бы словами вы описывали все эти помещения, запахи, вкусы, каким образом вы бы описали вечно пасмурную погоду. Сделать список вот этих вот характерных эпитетов для конкретной местности, конкретной атмосферы и, возможно, держать этот список где-то там рядом со списком имен и в нужный момент, когда вы импровизируете описание, просто вытягивать эти самые характеристики и вставлять их сразу же в свою речь. Вот. Пожалуй, так, Вера, не хочешь меня дополнить? Ты прекрасно все описал, пожалуй, что добавлю только то, что какие-то ключевые локации перед игрой можно сесть попредставлять самому, опять же, поставить музыку, которая вас вдохновляет на это создание этой локации и повоображать эту локацию, походить по ней мыслянно. Если вам так уж нужно, эта локация для вас важна и вы хотите к появлению игроков в этой локации подготовиться, можно сделать. Это, конечно же, да. Что меня на самом деле наталкивает еще на одну мысль по поводу отыгрыша, не совсем связанную с описаниями, но я тоже очень хочу ее упомянуть. Часто для того, чтобы самому создать сеттинг, стоит погрузиться в этот сеттинг. И я, допустим, когда начинаю активно водить вампиров после долгого перерыва, люблю пройтись по ночному городу, представляя, что я, собственно, являюсь сородичем и заранее смотрю на все заведения, все бары, как сородич бы смотрел на эти заведения и бары. Смотрю на проходящих людей и думаю те мысли, которые сородич бы думал, видя проходящих мимо людей. Так вот, погружаюсь в этот мир лично сам пока брожу по городу и затем намного лучше его ощущаю, намного лучше могу его передать и описать кому-то следующему. Но это такие немного специфические вещи и они, опять-таки, далеко не каждому могут подойти. Что я предложил бы на самом-то деле брать, так это, когда вы собираетесь создавать сеттинг, открыть какую-нибудь литературу, написанную в подобной атмосфере и затем посмотреть, как именно автор описывает локации, персонажей именно в этой литературе. То есть, если вы собираетесь вводить что-нибудь связанное с лавкрафтом, очень логично открыть лавкрафта, посмотреть на то, какую стилистику использует этот автор и затем, возможно, украсть не обязательно обороты, не обязательно конкретные выражения, но скорее общий подход к описанию. Вот. И здесь же я очень хочу затронуть тему, которая беспокоит меня последних несколько месяцев. Вера вот даже сказала, что ей очень интересно послушать. Это то, что я считаю, что рассказчик за столом тоже является персонажем. Каждый мастер будет отыгрывать персонажа-рассказчика, когда он сидит перед своими игроками. И одни и те же фразы, одни и те же описания, даже одни и те же офф-топные вещи, которые мастер произносит, можно произнести очень разными способами. И очень разными способами и по-разному вкладывая в них эмоции, можно выложить и создать атмосферу за этим же столом. И, допустим, если вы вводите какой-нибудь фэнтези, светлая, хай-фэнтези, в котором у вас много магии, веселья и шуток, или вы вводите какой-нибудь культ, в котором ангста несколько вёдер можно сразу же выливать, то стоит понимать, что и, в принципе, подходить к этой игре и вести себя на этих играх нужно немного иначе. И сам по себе мастер может точно так же заранее продумать этого своего персонажа-рассказчика. Здесь же, кстати говоря, и то, что лично я советую практически всегда, когда я вижу каких-то игроков, прошу прощения, каких-то мастеров, которые только-только начинают, это иметь какие-то ключевые фразы, ключевые подходы к началу и концу игры. Потому что очень трудно, по крайней мере, по моему опыту из того, что я слышал, когда я сталкивался с другими мастерами, один из самых сложных моментов это перейти из состояния «мы с друзьями сидим за столом и едим пиццу» до состояния «мы играем в игру, мы являемся нашими персонажами». И здесь очень помогает, когда у мастера есть такой своеобразный ролевой гон, в который он стукнет перед началом, скажет несколько ключевых фраз. Я, например, всегда говорю «Итак, мы можем приступать». Если не ошибаюсь, это даже я сегодня сказал в начале этого нашего самого диалога эту же фразу, которая всегда дает четкую характеристику и сразу же позволяет прыгнуть в эту самую игру. И опять-таки разные персонажи-рассказчики могут в разных сеттингах, в разных атмосферах по-разному начинать эту самую свою вводную реплику. Вот. Пожалуй, так. Что ты по этому поводу думаешь? Я добавила бы своего опыта, как я люблю описывать локации для того, чтобы больше создавать настроение для игроков. Я опишу локацию, исходя из настроения игрока, каким он в нее вступает. И я буду подстраиваться под персонажа игрока и описывать ее с точкой-точки зрения, с которой будет воспринимать ее персонаж игрока. Если в какое-то мрачное подземелье входит персонаж человек гуль для мира там вампиров, я буду описывать его как что-то для него новое, необычное, страшное. Если в это же подземелье входит его хозяин сородич, который там живет, я буду описывать его как знакомое для него мир. Если персонаж устал, раздражен, я буду использовать и подчеркивать раздражающий момент. Если персонаж голоден, я буду пытаться усилить это чувство описанием плаката. Это по поводу того, как описывать мир. И по поводу персонажа, игрока и водной части, да, у каждого она своя. И в принципе, я, например, как мастер, люблю давать пару фраз, которые как бы идут, знаете, как в сериале, не то, чтобы в прошлых сериях, были такие раньше в 90-х сериалы и мультсериалы, в которых в первые 5-10 секунд заставки говорилось, и вот мы снова возвращаемся в такое-то время, в такое-то место. И как бы сразу вы настраиваетесь на это какое-то игрофильмовое настроение. Вот для меня это помогает. тут конечно же да, это действительно помогает подобным образом погрузиться в атмосферу. Мне еще очень нравится для дополнительного выделения атмосферы брать такой немного подход, что я как рассказчик, я как автор могу выдавать свои собственные субъективные комментарии по поводу героев. То есть я как рассказчик, когда начинаю свои игры, практически всегда описываю то, что и сегодня мы понаблюдаем за моментом, когда жизни наших героев навсегда изменились и никогда не будут прежними, что-то в таком духе. И соответственно это такая небольшая литературность, которую можно встретить в книгах, и я считаю, что ее совершенно спокойно можно использовать и в обычных играх. Никто не мешает подобным образом описывать героев и добавлять подобные элементы. Вот. Что бы я хотел точно сказать, и что тут заметили, вот если не ошибаюсь, Сергей как раз отписался по поводу описаний, всегда очень помогает описывать не только визуально, что видят персонажи игроков, но и какие-то дополнительные детали, запахи, цвета, понятное дело, визуально, вкусы, какие-то звуки. Очень часто, особенно если вы хотите создать более мрачную и темную, возможно, такую триллерную атмосферу, чем описывать слизь, которая стекает с потолка, намного лучше описать влажность и то, как эта слизь ощущается на коже. Это совершенно два разных вектора, которые очень по-разному будут влиять на восприятие и дополнение некоторых чувств помимо зрения может очень сильно добавить атмосферы. Вера, ты наверняка этим тоже сама пользуешься. Абсолютно согласна, и я очень люблю тактильные ощущения. Липкое, вязкое, скользкое, жирное, сухое, прям очень хорошо чувствует. вот. И еще я бы, конечно же, хотел сказать, что когда вы хотите создать более такие страшные или более, скажем так, мрачные, вот, пожалуй, это более правильное слово, атмосферы, то помогает также делать детальные описания каких-то мелких предметов, которые игроки рассматривают. Потому что чем, скажем так, длиннее описание, тем конкретные игроки будут воспринимать данный объект более важным и интересным и, возможно, даже страшным. Понятное дело, в рамках разумного не нужно на 20 минут делать описание бюста ворона, который стоит у вас где-то на камине. Но, в целом, если вы в больших деталях опишите его перья и крылья, то игроки поймут, что этот бюст чем-то важен и каким-то образом может повлиять на происходящий сюжет. Вот. В принципе, да, в любой новой локации это, может быть, пришло из компьютерных игр, это текстуры, которые нельзя потыкать и предметы, с которыми вы можете взаимодействовать. Игроки, как правило, ищут вот эти самые нетекстурные предметы. Именно так. У меня, кстати, даже как-то раз была ситуация, в которой это было фэнтези, и мы играли в такую более мрачную ДНД, и игроки просто наткнули, остановились в деревне, остановились в таверне, в которой они даже не должны были останавливаться. Я ее на месте придумал и симпровизировал. Пристали к трактирщику, пристали к тому, что у него нет дров, пошли, накололи дров и обнаружили, что топор какой-то показался им подозрительным. Я его еще немножко протупил, пока описывал, описал его, если не ошибаюсь, как очень старый, но при этом на удивление эффективный. И они сидели и следующих 40 минут карпели над этим топором, пытаясь обнаружить, что же за древнее проклятие на него наложено. И в конце концов пришлось таки придумать им сюжетную ветку, связанную с этим проклятием топора. И я там немного телепортировал трупы, чтобы подогнать запланированные конфликты под это все. Но по итогу такой вот небольшой пример, как именно описания могут повлиять на происходящее, на сюжет, и дать ему какой-то такой толчок. Я думаю, что здесь мы плавно сможем перейти о том, как описывают от нашей текущей теме к следующей через такой аспект описания, как отыгрывание описания, создание атмосферы. Если вы создаете атмосферу боевки, вы говорите чуть более интенсивно, используете чуть более резкие слова, артикуляцию. Если вам нужен момент целса, то вы как бы приближаетесь к игроку, как будто бы начинаете стоять над ним и шептать у него над ухом, менять тембр голоса, делать его более тихим, спокойным, подозрительным. Создание атмосферы, по-моему, здесь, опять же, Илья, у тебя прекрасный экспириенс, и опять же, будучи там на твоих играх с удовольствием, слушала, как ты это делаешь. Вот это, кстати, возвращает нас немножко к теме того, что рассказчик это тоже персонаж, потому что вот вы, по сути, отыгрываете свои описания, вы отыгрываете эмоции в своих собственных описаниях, и это всегда очень мощный инструмент, и ни в коем случае не стоит пренебрегать, потому что очень часто я встречал мастеров, особенно начинающих, которые описывают все очень монотонно и даже немного скучающе, и я всегда этим мастерам советую включить какую-то больше яркость, больше эмоции в эти самые описания, и когда это происходит, то сразу же игры начинают насыщаться все больше энергии, потому что мастера вкачивают эту энергию в игроков, игроки им отвечают тем же, и в принципе игра сама по себе становится более живой и занимательной для каждого из присутствующих. Вот. Ох, боже мой, даже мою игру сбросили там. Спасибо, ребята, вы очень помогаете. У тебя клуб фанатов, я смотрю. Это очень приятно всем, большое спасибо за добрые слова. Ну, ты их заслуживаешь. В общем и целом, как таковое создание драмы в игре, оно очень зависит от того, не только как вы описываете конкретную сцену, но и порядок сцен. Я сейчас поделюсь лайфхаком, которому научил меня присутствующий здесь, возможно, еще даже не уснувший мастер, вот, который прекрасный, тоже начитанный, наигранный, даже больше насмотренный человек, рассказал мне о принципе русских горок. то есть напряжение в вашей сессии, оно то нарастает медленно, то спадает. Если вы все время будете держать игроков в одном и том же настроении, они заскучают. Чтобы создать драму, цены и напряжение в игре должно чередоваться. Тут я с тобой полностью, Вера, согласен. Что за мастер, если не секрет? Это Гамлет? Ну да, Гамлет здесь абсолютно прав. Это вообще такой достаточно распространенный принцип. Стоит понимать, что точно так же, как у любых произведений, любых историй, есть какая-то своя собственная структура, и они могут повышать и понижать напряжение, точно так же и вы в ваших играх можете создавать все те же элементы. Вы точно так же можете создавать какие-то вводные собственно сцены, где игроки разыгрываются, какие-то прологи. Вы точно так же можете создавать какие-то завязки и подводить их к кульминации. И вы точно так же можете в этой же самой кульминации заставлять своих игроков переживать наибольшие эмоции. И на самом деле я, по крайней мере, для себя в играх обнаруживаю самым идеальным подход, когда мне получается создать подобное нарастание напряжений постепенно в трех актах, в каждой отдельной сессии, в каждой главе, скажем так, в каждом акте, в каждом собрании нескольких сессий, и потом еще и во всей целой хронике компании. Это я нахожу самым идеальным, но я признаюсь, что это искусство, которым я все еще овладеваю постепенно, и далеко не всегда и не с каждым игроком у меня получится сделать все настолько идеально, насколько мне бы лично того хотелось. Для начинающих мастеров может быть просто совет, если вы чувствуете, что ваши игроки заскучали на какой-то одной ноте, дайте сцену комического расслабления, или наоборот, что-то, когда ваши игроки расслабились, вдруг может произойти какое-то событие, которое составит их напрячься. то есть если вы чувствуете, что пошло монотонное действие, то разнообразие. Ваши игроки сидят и 40 минут топчутся на одном месте, или говорят о чем-то не сильно развивая диалог, или куда-то движутся, вы можете разнообразить их настроение какими-то опять же небольшими событиями, которые позволят им переключить. Вот это да, абсолютно правда. И еще стоит заметить, что опять-таки, когда вы создаете игру в какой-то одной атмосфере, в каком-то одном жанре, очень часто вам стоит играть на контрастах. Особенно если это жанры по типу все того же хоррора, триллера, очень трудно создать страшную напряженную атмосферу, которая будет страшной напряженной условных четыре часа игры, условных 20 часов, которые у вас займет какая-то ваша небольшая компания. Для этого необходимо каким-то образом разбивать эти сцены и разбавлять их чем-то другим. Например, если это тяжелый мрачный сеттинг, небольшие просветы добра, небольшие просветы какого-то тепла, может быть, между самими героями или между какими-то неписями, вот эти самые просветы добра покажут насколько на самом-то деле чудовищно зло. Ровно настолько же, насколько в веселой компании, где вы вместе со своими друзьями переключаетесь, очень часто появление чего-то важного и серьезного опять-таки подчеркнет эту веселость всего остального происходящего. Разбавление сцен работает в большинстве случаев, и этим ни в коем случае не стоит перенебрегать. Вот. Я бы также, конечно же, добавил и небольшую такую идею, проблему, то, что очень часто, когда мы заявляем, что сессия, скажем, будет длиться 4 часа, начинающему мастеру трудно уложить все свои идеи в эти 4 часа, и потом, соответственно, происходит либо растяжение самой игры, либо наоборот, она становится короче и меньше. И пейсинг, в принципе, умение подбирать заранее предугадывать, сколько каждая сцена займет времени, умение немного направлять эти сцены и делать их короче, длиннее, выкидывать какие-то элементы, добавлять какие-то элементы. Это достаточно тяжелый навык, которому нужно учиться, и которым многие владевают спустя годы вождения, и это нормально, если сначала не получается предугадать, сколько каждая сцена займет времени. Какие-то мелкие советы, это, в принципе, просто следить за временем, смотреть на часы, записывать, сколько времени прошло, и затем пытаться смотреть на то, где вы попали, где вы, может, не угадали и как-то серьезно ошиблись в том, сколько времени займет конкретная сцена. И, конечно же, помнить о том, что вы точно так же можете телепортировать трупы не только с площади на площадь, но и, в принципе, и во времени. И те же события, которые должны были произойти позже, могут произойти раньше. И те события, которые могли произойти раньше, могут произойти позже. И вы, в самом деле, пока не озвучили происходящее, можете перебрасывать и жонглировать эти элементы столько, сколько вам влезет для того, чтобы сохранить какую-то определенную, опять-таки, нарастающую драму и какое-то определенное нарастающее состояние этих самых игроков. Соглашусь. Смотрите на часы и чувствуете, что все, вы устали, игроки устали, время вышло. Важно уметь подобрать вот этот вот маленький клиффхенгер. Самое классное это закончить на клиффхенгере, это все любят, это нравится игрокам, это нравится многим мастерам. Вы видите какую-то сцену, которая, возможно, вот уже у вас подходит время. Сразу за пять минут, примерно до конца этой сцены, наметьте себе, что вот тут будет конец. И можно пока игроки, допустим, разговаривают между собой, или происходят какие-то события, которые вам надо чуть менее жестко контролировать. Можете продумать идею для клиффхенгера там. И вот в этот момент входит еще кто-то. Или там, ну, типичные клиффхенгеры, в принципе, известны каждому, кто смотрел или читал пару десятков фильмов. Создайте событие, которое зацепило бы, внимание, зацепило бы вот этот вот крючок создало, которого вы начнете в следующий раз. Клиффхенгер, поясню термин, это действительно англицистический термин, это дословно крючок, крючок, какой-то выступ, то, что, да, висит на обрыве, совершенно верно, внезапное событие, да. Это, скажем так, какое-то напряженное событие, когда вы не знаете исход данного конфликта или данной сцены, где, в нашем случае, в ролках мастер обрубает до того, как произойдет развязка. То есть, условно, ваши игроки, скажем, например, в процессе текущей игры дали становление незаконное в Камарильском городе какому-то птенцу, и здесь входит в помещение шериф, и на этом мастер заканчивает игру. Игроки не знают, чем это закончится, игроки не знают, отправят ли их сразу же на расстрел, или, быть может, они с шерифом договорятся, и они будут ему должны, или, быть может, сейчас произойдет еще что-то, и влетят какие-нибудь шабашиты, или что угодно может произойти. Но это напряженный момент, на котором мастер заканчивает для того, чтобы игроки ждали, собственно, следующей сессии с удвоенным желанием. Абсолютно согласен. Вот. Я лично считаю, что клиффхенгерами нужно сыпать очень аккуратно. Не стоит их ни в коем случае делать в каждой сессии, и уж тем более не стоит их делать на таких действительно тяжелых моментах, как шериф, который застает персонажей игроков с нарушением традиций. Но так или иначе, я все же считаю, что последние несколько десятков минут игры лучше направить на такие более развязывающие события, быть может, с небольшим скачком вот этого напряжения в форме клиффхенгера под конец. Я замечал не раз, что когда мастер делает очень напряженные события под конец игры, особенно если это была очень длительная сессия, то вот последние вот эти самые напряженные события игроки могут воспринимать уже немного вяло и настолько внимательно, скажем так, не настолько внимательно их запомнить, и они будут иметь меньше вес, чем если бы с этого началась бы, допустим, следующая игра. Поэтому об этом я бы тоже предложил помнить. Ну да, как завершить каждую конкретную сессию планируете? Вы уже смотря по настроению сессии, смотря по настроению игроков, насколько они готовы с вами играть, насколько они заряжены энергией, или насколько они, наоборот, уже устали, и вам нужно дать какую-то завершенность. И здесь мы, я думаю, сейчас плавно подойдем к теме завершения хроники. Как ни страшно, хроники имеют свойство завершаться, особенно если это ваншоты, что, в принципе, достаточно хорошо для начинающих мастеров, хотя я бы рекомендовала сессии на 2-3 игры, потому что ваншот — это очень много микроконтроля. Это более сложный формат, чем небольшая хроника. Но хроники имеют свойство заканчиваться. И, как мы знаем, финалы бывают плохие, очень плохие, и те, которые понравились игрокам. Да, тут вот как раз замечают в войс-тексте, что некоторые сессии заканчиваются так, что хочется закурить нервно-дрожащими руками, и это безусловно правда. Безусловно, некоторые сессии могут заканчиваться так, что игроки находятся в невероятных эмоциях. И для меня лично всегда наибольшая похвала, когда игрок дает фидбэк, захлебываясь в своих же словах. Это самое чудесное, что могут мои мастерские ушки, в принципе, услышать. Большой и важный вопрос, на который уж точно нет однозначного ответа, которую мы хотели бы подвести как финальную тему нашего обсуждения — это должны ли игроки и персонажи игроков победить? Практически всегда персонажи игроков к чему-то стремятся, как и игроки. И практически всегда персонажи игроков хотят что-то получить, и они могут проиграть и могут победить. И, к сожалению, нет, по крайней мере, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос. У меня были игры, в которых игроки были жутко благодарны и радостны, когда их персонажи проигрывали, по-настоящему проигрывали. И вот присутствующая здесь Екатерина Реми как раз-таки может быть свидетелем одной из таких игр, где оба персонажа, по сути, провалились во всем, не смогли сделать ничего. Все их попытки оказались безуспешными, и в конце концов они умерли и оказались за решеткой. Но один умер, другой оказался за решеткой. Но та же Екатерина Реми наверняка подтвердит, что она с этой игры ушла удовлетворенной, законченной, и ей эта игра понравилась. И, соответственно, здесь стоит понимать, что далеко не всегда победа персонажей игроков является необходимой для удовлетворения этих самых игроков. Ровно настолько же, насколько их проигрыш тоже далеко не факт, что даст подобные эмоции. Но так или иначе, вот здесь как раз-таки проявляются комментарии, которыми я бы очень хотел ответить, ради чего мы играем в мир тьмы. Мир тьмы далеко не всегда про проигрыш. Мир тьмы далеко не всегда про то, что у вас не получится ничего. И я часто замечаю у начинающих мастеров ошибку, что они берут мир тьмы и сразу же встают в позицию того, что здесь никто не побеждает, и персонажей игроков не исключение. Они тоже не победят. И это иногда может испортить сессию. В конце концов, это такие вещи, такие чуткие вещи, которые достаточно трудно однозначно определить, и мастеру придется как-то эмпатически прочувствовать своих игроков, чего они хотят на самом деле. Казалось бы, очень просто. Спросить на нулевой сессии, готовы ли вы к тому, что ваши персонажи проиграют. Но, тем не менее, вы часто будете попадать в ситуацию, где ваши игроки скажут, что их персонажи могут проиграть, но при этом сами будут ожидать, что их персонажи победят. И это все очень чуткие темы, и здесь, я считаю, нужно быть очень осторожным. И вот Гамлет здесь очень правильно пишет, нет такого понятия, как победить или проиграть в конкретной сессии. Здесь скорее важно именно взять и создать хорошую законченную историю. И если у вас есть хорошая законченная история, в ней автоматически игроки, не персонажи, а именно игроки победят. Потому что они победят тем, что они получат эту историю. И я считаю, что ориентироваться на это намного лучше, чем ориентироваться на какое-то абстрактное, то, что у нас должен быть хэппи-энд или какая-то очень драматичная, трагичная, плохая концовка. Вот. И на этом я, пожалуй, передам слово Вере. Я, в общем-то, абсолютно подпишусь под каждым словом, сказанным выше. Единственное, что, чтобы не происходила путанность терминологии, вот, победить в НРАИ, проиграть в НРАИ, это ужасная путаница, когда приходят игроки из компьютерных игр, которые четко знают, вот тут ты победил, вот тут ты проиграл, и они приходят, ну что, мы будем побеждать, или как? Вот, то есть тут же это надо на нулевой сессии объяснять, что цель игры не выиграть, цель игры создать историю. Вопрос, который мы обсуждаем, это скорее не вопрос побед или проигрыша, вот с этой точки зрения. Это вопрос, должен ли мастер дать игрокам воплотить свои желания, вот, свои задумки о их персонажах, вот так сказать, в жизнь, в самой игре, или их чаяния все будут разбиты? Нужно ли играть за игроков или против игроков? Мой ответ, это то, что уже было сказано выше, это то, что это игра кооперативная, скажем так, это игра совместная мастера и игроков, и здесь играть против игроков и идти по дороге «Мир тьмы» это игра про страдания, это неправильно. Игроки не должны страдать, персонажи могут страдать, игроки нет. Мы приходим на игру для того, чтобы получать позитивный. Будет ли это выражено через катарсис или это будет выражено через более простое получение удовольствия в виде той же самой победы персонажа, или это будет выражено через получение хорошей истории, так или иначе победит я не знаю, достигнет ли своей цели персонаж или нет, это вторично, первично, чтобы своей цели достиг игрок. Вот здесь не могу не согласиться. Более того, я признаюсь честно, что нахожу немного забавным проявление, когда мастер именно играет против игроков. И я всегда предлагаю своим игрокам сыграть в 20-секундную сессию, где они начинают описывать своего персонажа, да, вот все, как обычно в водной сессии, и я обваливаю на них крышу, они тут же умирают. Мастер победил, все хорошо, все радуются. Мастер никогда не играет против игроков, он всегда играет вместе с ними. Мы всегда собираемся вместе со своими игроками для того, чтобы создать вместе что-то, что мы хотим пережить. И уж в зависимости от того, хотят ли игроки, чтобы их персонажи страдали, чтобы их персонажи боролись и выгрызали у судьбы каждый свой шаг, или они хотят, чтобы это было более такое равномерное приключение, в котором они скорее отдыхают после тяжелого дня, это уже зависит только от вас и от того, как именно вы играете конкретно за своим собственным столом. Вот. И, Бер, я полагаю, что на этом мы постепенно можем заканчивать, не так ли? У нас остались какие-то неотвеченные вопросы? Я выписал два вопроса в Word, которые конкретно не очень вписывались в те темы, которые нас еще ожидали, и поэтому я думаю... Второй вопрос, мы, кажется, ответили. Да, да, на второй вопрос мы постепенно ответили, тот самый Джонатана Йорка. На этом мы заканчиваем наш блок лекции, на этом мы заканчиваем нашу основную часть. Я бы очень хотел поблагодарить всех присутствовавших, всех писавших в Voice Text. Мне было очень приятно наблюдать и за тем, как возникали такие спонтанные дискуссии, и за тем, как задавались вопросы, и, безусловно, мне очень порадовало, когда вы нас похвалили, поэтому на этом я бы хотел сказать большое спасибо. На этом все, и мы постепенно можем переходить к заданным вопросам. Соответственно, и мы на этом все, на этом все, и мы на этом все, можем обновить Продолжение следует...